Контрольный замер веса на 20 мая 2015 года. Время без 5 минут 8 вечера. 92 килограмма 600 грамм. Примерно килограмм я еще потерял. Здравствуйте дорогие и уважаемые зрители с вами Джон Клюкер. Да благоволит к нам Господь отчет за 20 мая по проекту ВАВ. Сейчас вы видели какой у меня стал вес на 20 мая. Около килограмма я потерял, надо посмотреть то прошлое видео. Сейчас разогрел кашу, овсяную кашу разогрел. Лук вчерашний буду доедать салатик. Одно вареное яйцо взял и купил уже этот, сегодня булочку зашел купил, но сейчас по 1860 я прибавлю в этот проект. Ну хочу после того как сейчас покушаю, хочу пожарить эти блины опять из каши и вообще есть охота очень сильно. Ну как не сильно, но короче охота кушать. Заварил зеленый чай. Это вот второй раз и он смотрите уже, ну как только цвет смотрите какой. Да, показал. А где-то у меня была чашка такая прозрачная. Сейчас. Вот что-то у нас какая-то грязная в общем. Сейчас я пока выключу, помою. Помыл чашку, сейчас налью чай. Покажу вам цвет чая. Этот пакетик я второй раз завариваю. Наверное пакетик лучше вытащить или на себя не налить. Ну вот такой цвет. Так, конфетки достал. Ну сейчас наверное пару подушечек съем этих вот такие. Так, сейчас пару ложечек закину кашки. И потом сейчас расскажу чем я питался на работе. В общем с утра я попил стаканчик зеленого чая. И конфетку одну подушечку съел. Потом в обед мы пошли с Ворнердом в блинную в городе там. И Ворнерд мне купил там блинчик с брынзой, с ветчиной и с укропом. Потом блинчик с абрикосовым вареньем и два чая. Там был хороший чай, мне понравился. Этот как его... сейчас подождите вспомню. Гринфилд, Гринфилд чай. Вот. Это когда я его заварил, ну там как бы кипяток в чашечке. Пару кусочков сахара и пакетик отдельно. И он как-то нерезко цвет дал. Обычно когда заливаешь чай, он сразу цвет дает. А этот чай почему-то так постепенно окрасился. А он себе брал тоже блинчик с брынзой, с ветчиной. А второй сладкий блинчик он себе брал, этот как его... Яблочный с сиропом. А, нет, с карамелью, с карамелью. Вот. Ну это он устроил, это мы как бы отметили. В общем я смастерил нож, подарил ему нож и вот мы отметили это событие. Как будет готовое видео, я оставлю в этом видео в правом верхнем углу ссылочку. Ну я буду видео это, я записывал видео. И посмотрите это событие, как я ему подарил ножик. Кому интересно будет. Вот там немножко я поснимал это, как мы сидели в этом... Ну в этой кафе или как-то, ну кафе как-то... Наверное кафе. Кафе матрешка блинная. Вот. В общем в обед я хорошо перекусил. Потом мы еще на работе чай попили. Ну я такой старый чай, зеленый, заваривал. Я пакетик раза три завариваю. О том, что... А, на работе там печенье принесли, одно зоологическое вроде называется. Или буквы там... А, алфавит одно печенье. А другое... Для... И сушки. Ну вот примерно где-то в часа в три мы чай пили. Я съел где-то около пяти сушек. Там были такие, знаете, как бы воздушные конфетки такие маленькие. Как бы зефиринки такие, вот такие маленькие. Они такие воздушные. Ну легкие такие. Вот. Их я штук пять, наверное, съел. Ну их прям берешь в рот и они тают во рту, как бы... Ну, это как бы, видимо, взбитые сливки с сахаром. И они засыхают. И они такие, получается, воздушные. Вот. Ну и вот сейчас я ем... О чем я вам рассказал. Ну, после работы как-то у меня, видимо, вот эти блинчики, что я обедал, они быстренько у меня в желудке сгорели. И уже после работы опять есть захотелось. Так прилично. Из-за этого я за Шову купил еще булочку. Ну, чтобы с булочкой кашу покушать. Сейчас запишу в отчет туда. Добавлю. Ну, приплюсу. 18,60 она стоит. Вкусная очень булочка. Хлеба заводская. Ну, сейчас перекушу. Отдохну. но потом это блины на его буду жарить эти какую-нибудь крупу сварю но это уже завтра расскажу какие блины я пожарил блины из каши вот в принципе по проекту все но по отчету мне какие-то быстрые мысли были насчет этого проекта какие-то новые появились ну во первых мысли такая одна то что это вот такое питание что вот у меня именно там один из пунктов это по минимуму затратить денег на месяц вот на еду до я хотел уложиться в 1000 рублей в 1000 рублей не получилось уложиться у меня на данный момент получилась сумма 1163 рубля 20 копеек и вот еще сейчас я припрессую стоимость этой булочки уже будет около 1000 так сколько там 1860 я сказал до 1860 ну около 1190 рублей но у меня еще осталось почти 3 килограмма овсянки осталось овсяной крупы потом еще там крупы я еще там шипшонка там еще осталось у меня вот то есть уже понятно что крупы у меня хватит до до конца месяца ну три яйца я использовал на блины одно яйцо у меня разбилось сейчас вот одно я съел остается 5 яиц ну где-то в блины наверно я кинул пару яичек а может и даже три ну для связки блинов этих муки там уже конечно маловато осталось у меня меньше килограмма я во вспомнил что за мысль то у меня была мысль то что я все-таки привык вот питаться этими хлебом ну хлеба я так прилично ну как сказать прилично ли как много ем то есть как бы муки вот надо бабу и побольше брать насчет супа но это конечно за себя буду заговорил что запустим не вот устроила то этот бульон вот что я на этот это бедрышки я всего лишь потратил когда было суббота воскресенье прошлое я на бедрышка потратил я скажу так так где он не тут записано 22 рубля 90 копеек я вот это бедрышка взял и кастрюльку вот эту походную сварил бульон и вот этого бульона мне хватило две тарелки я съел субботу две тарелки я съел воскресенье и тарелку я еще съел в понедельник а там я все этот как бы ну пусть будет это бульон суп то там я всего ну вода у меня это бедрышка и вот это соль со специями ну соль я специально взял со специями чтобы ну там трава и для вкусовых качеств чтобы не так приелась эта каша чтобы ее было но поприятнее кушать вот ну читайте за 22 90 я четыре дня ну как бы ел жидкую пищу но вот суп ну правда я туда когда ел этот бульон да я где-то попал луковицы резал так полукольцами я ну порежу да потом это его мну рукой чтоб он сок дал ну так разминаю и кидаю в тарелку в пустую сначала мы потом наливаю этот бульон не получается так в принципе вкусно и вот в прикуску с кашей прикуску с блинами там в общем это интересный опыт получается такой то есть уже сейчас можешь так и для себя я уже определен могу определить что мне надо для питания как бы я сам себя получается в этом опыте изучил ну естественно у меня тут нехватка молочных продуктов это вот весь год так не ну как бы не станешь одними кашами питаться да допустим рыбы получать я не ел в этом месяце еще месяц конечно не кончился потом в комментариях пишут тоже чтоб ну чтоб я покупал эти фасоль бобы там горох ну то есть там белку и белка много в этих зерновых культурах ну я уже закупился крупами как бы лишние расходы мне уже нельзя делать выход не наш надо экономить эксперимент и опыт заключается в том что сэкономить денег на еду а так если я еще куплю там фасоль или горох это уже будут лишние затраты эти вот фасоль мне нравится ну я помню вот цена была у нее за килограмм где-то 79 сейчас я не знаю по чему это фасоль стал а так обычно я питался вот до этого эксперимента в основном вот картошку там суп ну частенько картошку жарил теперь уже буду после этого эксперимента естественно наверно так периодически кашу варить кашку там масло хорошего там допустим стародубского купить ну такой знаете как это как в колбаске в такой вот каши такой овсянки сварил кусочек маслица туда спасибо за внимание всем всего доброго удачи